Ну вот, Шри Бхагавану Вагача, партха, наивегана мутра, винаша стас яви диете, наги кальяна крыткащит, дургатим татагачатий. То есть вопрос был, куда денется этот человек, который как бы завис между двух миров, не смог он пробиться к совершенству йоги, йога самсиди, апрапья, не достигнув совершенства в йоге, но исполнены, так сказать, веры душевно, Шрадгая Упета, то есть Шрадгая Упета, исполненные веры, куда же он пойдет, что с ним произойдет, погибнет ли он как облачко в ветру, разнесенное в небе, либо что-то с ним еще произойдет. Ты должен мне это, так сказать, на этот вопрос ответить, потому что лучше тебя на этот вопрос никто не сможет ответить. То есть его волнует такая вещь. Зная себя, он понимает, что он, собственно, далек от йоги, Арджуна, его тянет жизнь, у него много жизненных интересов, и в то же время он человек истинный, искренний, и как бы ищущий божественной справедливости, реализации, смысла. Он хочет быть на стороне божественного. Вот и он сомневается, что же с ним произойдет, если он, должен ли он стать сейчас саньясином каким-то в робе, сидеть где-то там в Гималаях или в лесу, медитировать, либо можно жить, делать ошибки и все же каким-то образом продвигаться вперед. Вот. Его интересует эволюционный вопрос. Эволюционируем ли мы, будучи в жизни? Или нам обязательно нужно отказаться от жизни, чтобы прийти к божественному? Вот что его интересует. Я вот деконструировал ему вопрос. И это вопрос очень как бы с виду обычный, но по существу это довольно необычный вопрос. Почему его должно интересовать? Что случится с человеком, который не достиг вот этой реализации в йоге? И вот Кришна ему отвечает как раз эволюционным ответом, да? Что он не погибает ни в этом, ни в том мире. Его винаша неизвестно. Исчезновение. Потому что тот, который делает истинно, то есть нечто такое, кальяна, благостное дело, кальяна крыт, кто бы он ни был, Он не идет, никто по дурному пути не идет. Как же он может пойти в какую-то неверную сторону, если он верно делает? И здесь тоже очень интересный диалектический ответ, потому что это мне напоминает гегелевскую постановку. В том смысле, что Гегель говорит, это его диалектика на этом позируется, что достичь цели средствами, которые этой цели не принадлежат, невозможно. Представляете, какая дефиниция? То есть достичь какой-то доброй цели, какими-то другими недобрыми средствами, да? Вот здесь ты обмани, здесь подкрути, здесь немного там покриви душой, и тогда ты пробьешься, и тогда ты пойдешь вперед. А там, когда ты достигнешь этого, ты уже будешь на месте, и тогда ты сможешь делать все верно. Гегель говорит, это невозможно. И я думаю, что он прав. Вот это нам нужно глубже понять, эту вещь. Что такими маленькими шажками, неверными всякими компромиссами, нельзя выйти на какую-то большую, какую-то высокую идею, реализовать какие-то высокие цели. Невозможно. Нужен sacrifice. Нужно идти только способом той самой цели. Таким же способом выражает, чтобы достичь Брахмана, Брахмана можно достичь или реализовать лишь способом самого Брахмана. Его нельзя реализовать какими-то другими способами, да? Брахмана, то есть тапаса виджиджнясасва, тапо-брахмэти. Только тапасом ты можешь достичь Брахмана, потому что Брахман тапас. То есть только самим способом можно достичь эту цель. Это как мы падежисты бы обсуждали в прошлый раз, помнишь, инструментализм, да? Чем? Каким путем? By myself. Да, да. Оно не отделено от этого, то есть от myself. Правильно. Оно не отделено от цели. Очень хорошее наблюдение. То есть карма, чтобы достичь карму, как ее достичь, можно достичь лишь в совокупности с собой и той целью. Оно только туда дорогой и дойдет, да? Оно не может привести к той цели другой дорогой, да? То есть вот какая хитрая идея. Кажется, что это такая какая-то тривиальная вещь, но она гораздо глубже, чем смотрится на самом деле. То есть если мы хотим достичь, реализовать божественное, поэтому Широбиндой говорит, невозможно прийти к божественному, имея другие цели. Или иметь какие-то другие желания, другие... То есть это просто невозможно. То есть должна быть абсолютная постановка на этот путь. Тогда это нужно реализовать. А это значит, что идти божественным способом к божественному. А еще мне кажется, что таким образом, если мы распыляем вот свои, так сказать, цели, рассредотачиваемся, просто энергия наша уходит на все на это. И вот этой нужной концентрации ее не хватает. Это уже технология, да? Ну да, но это как бы да, это вот уже прикладная вещь такая. Ну и почему так говорю? Конечно, конечно. Я почему так говорю, потому что это вопрос Арджуны. Он спрашивает, если я вот распыляюсь, не могу я вот собраться, пропаду я или я буду продвигаться туда? Он говорит, ты будешь продвигаться туда, потому что у тебя центральная часть, она верна. Если ты сделал ошибку, ты ее поправишь, ты ее узнаешь. Ты не будешь ошибки нагромождать для того, чтобы реализовать какие-то высшие цели. А как так оказывается, что у него центральная часть верна? То есть это какая-то такая грейс, это такая милость? Там будет этот вопрос снова выступать, он появится в ГИТе позже. Он его будет спрашивать снова об этом. И там будет, Шевинда тоже об этом очень интересно пишет. Ассурическая и божественная сущность. То есть каким человек может? Есть люди, которые принадлежат божественной природе, а есть люди, которые принадлежат ассурической природе. И вот Шри Кришна скажет ему, ты не переживай, ты принадлежишь божественной природе. Вот это меня тоже все время как-то, всю мою жизнь, так сказать, тревожило. Этот вопрос, какой природе мы принадлежим. Ведь, конечно, божественные цели реализуются всеми людьми. То есть они все работают на божественное. Но персонально для себя самого знать это очень важно. Каким способом ты будешь выбирать вот эти все хода для реализации божественной. То есть мы все по-разному это будем делать. И наша природа нас будет определять. Но здесь у него вопрос, тот, кто исполнен веры. Вот это тот, кто исполнен веры, мне кажется, есть ключ. То есть даже если он, ну потому что мы все как бы застряли в этом мире. И тут много чего нужно набрать, набрать инструменты реализации, знания. Как нужно, как нельзя, что это такое, как это все. То есть для этого нужно время. И все это далеко от своего как бы совершенства. Оно не все ведет к цели как бы. Оно уводит от цели тоже. Но то, что оно тебя отвело от цели, ты узнал. И теперь ты уже не хочешь туда. Ты уже уходишь сознательно сам. Ты отстраиваешь себя. И вот этот вот эволюционный ход его интересует. И Шри Кришна так и отвечает, что тот, кто делает кальяна, то есть благостное действие, не может прийти к дурному, к дурной цели. Дур-гатим, к дурной цели. В смысле. Он не приходит. Сразу хочется сказать, бедный асу. Такая доля у них. Доля у них тяжелая, да. Тяжелая очень. Поэтому, в принципе, даже в Магабхарате и везде это у них, это как проклятие какое-то. Но им нужно... Поэтому они все ушли на небеса в конце, после битвы погибных. Асуров. Да, у асуров есть ход к божественному. Это только через гибель. Вот они должны отдать свою жизнь, свою форму вот эту асурическую. И это часто бывает, когда Кришна уничтожает там всяких демонов, асуров, всяких там ракшасов. То они после убийства, помните, как там два дерева или там еще, которые были асурическими, или там превращали, говорят, наконец-то, вот Рами или Кришна, ты нас вернул в нашу божественную природу. То есть убийство аватаром или самим божественным этих форм забирает их от этой вот тяжести, от этой ноши, которую они несут. А по-другому нельзя у них никак только через гибель? Ну, скорее всего, да. Трансформация сама... Хотя мать говорит о трансформации асуров. По индийской мифологии это только, конечно, вот эти дурга или калии, это будет работать все, да, с ними. Убивать их будет, да. Это те, которые... Это те асуры, которые стали на путь вот этой, как сказать, погибели собственной. То есть они у них... У них уже всех выбор есть, они же просто другой природы. Они некоторые развиваются, они стараются. Что-то сделать. Я думаю, что их способ достичь божественного – это сразиться с божественным, да. Ну, в конечном итоге, как сраванное произошло. От Бхакты он стал сражаться потом. Да. Не смог уйти от этого. Ну, он даже выбрал этот путь, да, Бхакта. То есть это был быстрее, это был более быстрый путь. То есть сразиться с божественным – это более быстрый путь, то есть. Но он более какой-то... Не для всех он подходит, как бы. Только для самых сильных, наверное. Ну, вот, Шиубинга есть тоже эти прекрасные афоризмы, где он говорит, если ты не можешь полюбить божественного, схватись. Да, в схватке с ним, да. Оно все равно тебя одолеет, и тогда ты сможешь его реализовать. Насколько я поняла, Марья говорила про нескольких афоров, которых невозможно трансформировать. Да. Ну, она про таких самых топовых говорила, понятно. Последние два, да. Первые два трансформируются, вторые два побеждаются. Да, первые два она как бы трансформировала. Это асура неведения, и асура вот этого страдания. Хотя как-то все продолжают каким-то образом страдать. Ну, ход есть. Нет, вопрос продолжает, но ход есть. Это можно изменить в своей природе. И неведения, и страдания. А вот, что там у нас? Ложь. Ложь и смерть, да? Да, ложь и смерть еще они остались как бы. Ну, по Савитри, самой работе Шри Юрубинда, она их тоже как бы трансформировала. То есть это то видение, которое принес Шри Юрубинда. Ну, это даже немыслимо, если эти формы изменятся, и что-то за мир будет такой, да? Исполнено сознание. Да. Ну, это вернется высоко, как бы, вот те четыре ипостаси, которые отделились сначала, бы рассниматься в полном этом себе единении. Даже если это и, как бы, скажем так, попытка реализовать какой-то высочайший идеализм, это выше всяких коммунизмов, всяких там, не знаю, парадайзов, всяких там, которые только возможных религиозных там идеалов, то это стоит того, чтобы, наверное, ему посвятить свою жизнь. То есть посвящаешь этому свою жизнь, и все энергии отстраиваются на этот путь. И даже если он долгий, и долго придется по нему идти, все равно ты уже имеешь направление. То есть все остальные вещи реализуются намного быстрее, чем какие-то более малые цели. То есть если поставить высочайшую цель для себя. У нас еще есть время, друзья. Мы еще не погибаем сегодня. Может быть, нам стоит, как бы, обратить на это внимание. То есть... Вот это его ответ такой. Хорошо, 41. Наташа, ты хочешь взять 41? Прапая... Ой. Прапья. Папая у меня какая-то вышла. Прапья пуньякрытам локанушитва шашватих самха шучинам шриметам гехе йога бхрашат. Йога бхрашат... Бхрашто. Бхашто абхи джайятты. В полном пуньякрытам 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 локан. Пунья это такой... Как это? А, да, это не пунь. Согласна. Да, это такой благостный. Пуньякрытам локан. То есть, в мире... То есть, в мире... В мирах, которые благостно сделаны. Правильно. Достигнув прапья... Достигнув благостных миров, ушитва, и что еще сделав? Поселившись или пожив, да, татвас, васати, ушитва, то есть, пожив шашватих самха, такие долгие годы там, да, в этих мирах. И пожив долгие годы в этих мирах. Шучи нам что-то какое-то счастливое, не знаю. Шучи это чистый, да, отшучи, шочатый. Шучи нам, шриматам, это все генитивы, множественное число. Ге-ге, ге-гам, это тело, да? В чистом благостном теле. Или дом, ге-гай, дом или тело. В тело или доме. Йога или... Йога-барашта, это термин, Йога-барашта, он известен как таковое, да? Это тот, который отпал от йоги. Рождается, да? Да, он рождается. И отпавший от йоги рождается в доме чистых. Я поняла, тот, кто снова ушел, условно говоря, из тела, побывав в тех мирах, отдохнув, так сказать, и попребывав, он возвращается снова в дом йоги. Да. Это про рождение и смерть, наверное, да? Да, он возвращается в дом чистых и, так сказать, йогинов, то есть этих pure and glorious home. То есть ему в следующей жизни будет дана еще возможность, еще лучшая возможность. Он родится среди тех, которые будут помогать ему расти в сознании, дадут ему вот те элементы, которые ему нужны. То есть те, кто из нас родились в этих домах, где была такая поддержка для нашего развития, это как раз и есть результат какой-то работы в прошлой жизни. Даже если он йога-барашта. Шиобинду пишет много о йога-бараште, это не просто как бы заблудившийся на путях, это может быть и даже тот, который отказался от йоги, сознательно. То есть только в следующей жизни ему предстоит как бы возможность... Снова попробовать. Да. У него там будет все равно порог, он как бы выбор. Это кармически всегда так. Наверное, да. Как у Сатпрема, но все равно будет огромная поддержка. Как мать поддерживала Сатпрема со всей силой, да. Все она вложила в него. И что бы она там ни делала, все равно он спотыкался, наступал на те же грабли каждый день. Не любишь Сатпрема, я знаю. Ну, чего его любить там слишком? Мать вложила в него столько сил, а он такой какой-то... Ну да, как мы все, наверное, да. Ну, да, да. Я думаю, она нас не меньше вкладывает просто в другом. Не, я не люблю ни саму Сатпрема, я не люблю вот это вот... В себе самом вот эту часть природы, которая такая вот... Ну, такая популистская и... Ну, это и есть та самая Сатпремовская природа, которая саму и себя не любит. Он всех критиковал, всех не любил в Ашраме, да. Все время ему что-то не так было. Поэтому я и к нему так отношусь. У него не было того, например, как у Павитра. У Павитра это мой кумир, как бы, да. У Павитра... Если вы почитаете ее агенду, там увидите сразу, что Павитра, что бы мать не сказала, да, мать, конечно, мать, сразу так, знаешь, спокойно. Мать там что-то на кого-то там накинулась, она сразу ставит все на место. Без всяких сомнений, без выяснений, он не лезет на рожон, как этот. А этому палец в рот не клади, дай поспорить. С матерью все время выяснял отношения. Что она не скажет, все не так ему. Ну, может быть, да. Ноти Чайл такой. Да, Ноти Чайл. Окей. Атхава йогинам куле бхавати дхиматам. Атхава йогинам эва куле бхавати дхиматам. Это дхидур лабхатарам локе джанма я дхидри шам. Или же... Он родится в роду йогинов. Да? Которых мудрых йогинов. Это дхи. Такое джанма. Рождение. В мире локе дур лабхатарам. Еще более сложное. Я дхидри шам. И таковое рождение. Очень сложное в мире получить. Родиться в семье йогинов. Но даже это может случиться. Татратам... О, твоя очередь. Давай ты по две, а я по одной. Хорошо. Ну да, мы уже подходим к концу. Татратам буддхи сам йогам лабхаты паорвадэгикам. Я татэйчатата бху йог самсиддхо куру нам дана. И там таковую вот связь буддхи, да? Одну секунду, надо вывязать с предыдущим. Там с буддхи связаться проще получается. Да. И свяжавшись с таким буддхи, с таким умом, с таким менталитетом, который приходит к нему из прошлой жизни, паорвадэгикам, которое было сформировано уже в прошлой жизни, он его как бы получит заново здесь, да? Оно как бы вспомнится или вернется к нему, его интенция. Я татэйчатата бху йог и он устремляется даже больше после этого. Самсиддхо куру нам дана. Для совершенства, да? Еще больше. Не нужно формировать там, понимаешь, как у матери, ментальное, витальное тело, оставлять их, чтобы заново потом не устраивать. Можно родиться так, и все у тебя откроется. Да, твои вот эти все намерения, вся твоя как бы, все, что ты сделал в предыдущей жизни, оно как бы может вернуться к тебе. Оно вспомнится, как вот очень развитые существа, как Шри Юрубинда, например, он вообще целый язык вспомнил. Французский язык он и не изучал, он просто вспомнил его, как он говорит, из прошлой жизни. Вспомнить язык, это, конечно... У меня одна подруга, ей делали операцию под наркозом. Она, когда была под наркозом, говорила на разных европейских языках, чисто говорила, на французском, на итальянском. Мы так смеемся, да, наркоз нам нужен, чтобы вытащить это. Ну вот, нам бы такой наркоз где-то заполучить. Да, да, да. Ну, в общем, и поэтому, наверное, нас и несет в эту сторону. Мы не можем от нее отказаться, потому что формация, которая была уже сделана в предыдущих жизнях, она тоже нам помогает, да. Кажется, что это приложимо ко всем, и каждому можно объяснить. Это же так очевидно. Ты начинаешь объяснять, а оказывается, это совсем не очевидно. Кому-то, у кого нету той информации из прошлого. А кому это понятно, ему и объяснять не надо. Один намек, и все достаточно. Они уже там, да, они уже горят, потому что у них есть свое собственное, как бы, топливо. Не нужно подливать все время масло в огонь. У них свое масло там горит. Окей, давай следующее возьмем. Пу-рва-бхья-сена-тенайва-хри-я-те-хья-ва-шопи-шаха-писаха. Джиджна-сурапи-йогас-ья-шабдха-брахмати-вартате. Это как раз о том, о чем мы говорили. Вот этой полной... Пу-рва это тоже, пу-рва это предыдущее, да? Пу-рва-обья-сай. То есть, обья-сай, которая была раньше. То есть, обья-сай это как бы практикой, да? Этой практикой он несется... Правильно. Его несет этой практикой. Изначально, да, из прошлого рождения. Чтобы хьява... Хи-ава-шах описать. Даже если он беспомощный, или даже если он как бы как беспомощного несет. То есть, он не может даже этому сопротивляться. Без сопротивления, да? То есть, он... Как это сказать точнее? Ну, понятно. То есть, в принципе, ты хорошо сказал вначале. Угу. Окей. И-рези-сты-бли английский. Ну, и-рези-сты-бли там не совсем понятно, а вот так, что как бы даже беспомощного, даже вот этого... Да, даже без его какого-то особого участия в этом. Без его... Даже если он сопротивляется, он не сможет этому сопротивиться. Но сильнее его, да? Она его захватывает и несет. Вот что такое? Йогическое слово Брахмана вращается... Ати-Вартате, да. Он превосходит Ати-Вартате. Шабда-Брахман. Шабда-Брахман это... Слово Брахмана. Да. Светил, конечно. Да. И скрипчус имеется в виду, что он... Для него уже даже авторитетные вот эти религиозные, да, тексты, он их превосходит, потому что они для него не являются больше, как бы сказать, единственными авторитетами. Они уже являются инструментами для него. А что же такое джиджна-сурапи? Джиджня-сухапи. Желающий познать, да. Это генеративная форма, точнее, желающий даже познать. Как это сказать? Seeker after knowledge of yoga, да. Тот, который желает реализации йоги, превосходит даже священные писания. Интересно, что в некотором моменте произошло, что я вот смотрю на английский период и понимаю, что мне звучание на санскрите нравится больше. Ну да, английский он не догоняет в том, на Америку. Да, он в том не догоняет, прям, я чувствую это. Что если я перехожу моментально из туда, я думаю, нет, там что-то не до конца. Там какие-то пустоты, что ли, в словах пустоты, даже не между, а в самих словах. Да, ну вот так. Изначально Абхиаса его несет, помимо его воли даже, несет вперед, да. Потому что того, кто желал познания в йоге, тот, кто желал познания в йоге, и кто желает познания в йоге, превосходит даже священное писание. «Goes beyond the range of feathers in Upanishads». Ну, Шабда Брахман – это своего рода, может быть, даже не в полной мере писание, а желание знать словесно. То есть он превосходит вот это желание знать словесно и уходит в какое-то желание реализовать вещи. За форму он уходит. Да. За вербальную форму. Окей. «Праятнад ятаманасту йоги самшуда килбишах, анека джанмасам сиддхах, тату яти парамгати. Ну, йогин, так сказать, который очистился от нечистот, или от, так сказать, килбиша, от слабостей, самшуда килбишах, у кого килбиша, слабость очищена, самшуда, праятнад усилием ятаманахту, так сказать, устремляющийся йогин, анека джанмасам сиддхах, совершив многие перерождения, так совершая, или закончив, или реализовав себя через многие перерождения, идет к высшей цели. Яти парамгати. То есть, или как бы совершенствуя себя во многих рождениях, идет к своей высшей цели. ТАПАСВИ БЬЁ ДГИКО ЙОГИ, потому что йогин больше, чем ТАПАСВИН, ДЖНЯНИ БЬЁ 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 МАТО ДГИКАХ, и даже выше, или больше, чем ДЖНЯНИН, тот человек знания. КАРМИ БЬЯЩЯ ДГИКО ЙОГИ, потому что йоги даже выше того, кто совершает дела. ТАСМАТЬ ЙОГИ БХАВА АРДЖОНА, поэтому БУДЬ ЙОГИНОМ У АРДЖОНА. Так как это интересно, это очень интересный человек. Кто такой йогин? Ну вот тут дефиниция йогина дается постепенно. Йогин – это тот, который устремляется из жизни в жизнь к реализации божественного. ТАПАСВИН – это тот, который может реализовать свои цели какие-то, эгоистические, концентрации, стать хорошим музыкантом, или там бизнесменом, или еще чем-то. Это ТАПАСВИН. ЧНЯНИН – это тоже там какой-нибудь, я не знаю, грамматист или еще какой-нибудь там философ. У кого тоже цели свои в знании. Своё наслаждение, свои цели, своя жизнь, свои какие-то там достатки. Он может как-то деньги зарабатывать, будучи знающим, там профессором какой-то там математики. ТОЕСЬ, это то, что себя полностью саперфайз божественного он дает, для реализации божественного. Не для себя. Правильно. Помните, как у матери адженда начинается? Что это посвящается тем, которые полностью посвятили себя божественному. И она там говорит, что есть люди, которые отдают божественному деньги, те, которые отдают работу. Вот это они, вот эти все. А есть те, которые отдают все. Есть те, а и те, которые отдают все, есть настоящими детьми божественными. А есть те, которые не отдают ничего. И какая бы реализация у них в жизни не случилась, они для божественного являются абсолютными нолями. Бесполезный шифр, я помню, она говорила. Абсолидирую, да, тоже. Вот адженда просто в предисловии нужно почитать. Zero script что-то такое она говорила. Какая-то скриптка написанная, которая нет смысла. Я помню, я это всегда-то хотела в нашем фильме об искренности использовать, но потом решила, что это сильно через чур сразу молотом. Ну, вот здесь Кришна говорит то же самое, только более мягко, что йогин, ну, так, как и мать, да, что есть разные, которые это пасвин, для него это тоже тот, который ищет божественную реализацию в каком-то своем смысле. И кармин тоже это тот, который делает акции, то есть для божественных, служить там человечеству, там, помогать бедным, там, я не знаю, делать дела хорошие. Но все они, конечно, не того калибра, как йогин. Окей, и последний шлок вот для тебя, Наташа. Йогинам Апи Йогинам Аписарвешам Мадгатенан Таратмана Те Йогин, тем йогинам. Тех йогинам, да. Тех йогинов, кого, да, всех, которые, всех этих йогинов. Мадгатена? Мадгатена, да, моим путем, так сказать. Моим, да, инструментарист, да, моим путем Антаратмана. Атмана, Антаратмана. Здесь, говорит, мне отдались, которые, да, Атмана, Антара. Да, который, собственно, да, Антаратман, внутренний селф, да, внутреннее я, внутренним я, да, идущим ко мне, до которых у всех этих Шрадаван, So, of all the yogis, he, who with all his inner self given up to me, да, всем своим внутренним существом отдался мне, да, for me has love, то есть, бхаджа-те-мам, and faith, шрадаван. Это вера и, а что ты слышишь, бхаджа-те-это love? Да, любит. Шрадаван, то есть, Атмхага, да? Атмхага, корень бхаджа, разделять или любить, почитать, или, эдоу. Интересно, разделять и любить одновременно, да? Ты делишь себя с существом, которое любишь, да? Ты разделяешь с ним все, себя разделяешь с ним. Отсюда это бхакти, бхага, это то, что ты отдаешь себя ему. То есть, шрадаван, вот шрадаван появилась здесь, наша шрадаван, то есть, исполненной верой, бхаджа-те-йомам, который меня почитает, самый юкта-тамах матах. Он для меня... Победитель? Юкта... Нет, нет. Юкта это не победитель, это связанный. Да, юкта-тамах наиболее близкий для меня. Матах считается мной, да? Я думаю, что он самый близкий мне, или самый связанный со мной, самый, как это, самый великий йогин. Среди всех йогинов, сейчас это самая высшая степень йогина, тот, кто среди всех йогинов своим внутренним существом, да, отдается мне полностью. Матгатэнан таратвана, то есть, своим внутренним существом, полностью посвященный мне. шрадхаван, исполненный веры, кто со мной разделяет себя, бхаджатэй, йомам, кто меня любит, саны, он для меня наибольший йогин, юкта-тамах, матах. То есть, среди йогин тоже есть свои градации, да? У меня сейчас вопрос о бхадже и о премус этих корнях. То есть, бхаджи это любить, разделяя себя, как бы разделяя всего себя с тем, кого ты любишь, да? То есть, как это? Не разделяя от разделяя властвую, а другое разделяя, это какое-то другое разделение. Да. Это, да. Это как вкушение какое-то, да? То есть, я не знаю, как это назвать. Ну, мы можем заглянуть в словарь, там будет много всего интересного с этой точки зрения, потому что он дает очень точно. Разберемся, что такое любить по санскриту. Да. Вот бхаджати, вот оно. Первое значение будет to divide, distribute, то делить, распределять. A lot of apportion to, назначать часть себя, share with, то есть, делиться, делиться, это любить. Или дарить, grant, bestow, supply, поддерживать, да? также в отмонеподом очень, или редко в парасмайподом to obtain as one's share, то есть, получать как часть своей, как свою долю, да? Это твоя доля. Доля в украинском языке имеет смысл тоже своей судьбы, да? Судьба – это как раз доля, то, что тебе наделено, наделено испытать, да? Partake of, то есть, вкушать, enjoy, да? Наслаждаться, possess, то есть, have, да? Иметь, или обладать. Вот эти все значения здесь, очень много всего. Еще больше всего тут pursue, practice, serve, honor, тут целый набор, Но самое главное вот это вот разделять себя с собой, свои вещи свое, свое существо, свои, все, что у тебя есть, все, чем ты являешься, с другим существом делиться. Но не девает, как вот разделять как бы… И оставлять разделенным, нет. Разделенным. То есть, если девает имеет консексуальное значение. разделять, отделять от себя. Хотя бхадж тоже будет иметь именно такое значение, да? Отсюда появится тоже слово там есть такое, как отличное, да? Как быть отличным от бхаджи. Но отсюда бхага тоже. Бхага это наслаждение, или отсюда же и бхагья. То есть, бхагья это как судьба, то, что тебе наделено для наслаждения. Тебе божественное дает часть себя самого для наслаждения в этом мире. Это есть твоя судьба, что тебе наделено. Ты можешь этим делиться с миром, это есть та божественная сущность, которую ты отдаешь другим. Это не твоя часть, она тебе дана. Да и вообще наша душа это часть этого божественного. И отсюда бхагаван. Бхагаван это как раз вот здесь бхагаван увача, это тот, который обладает этой бхагой, этой частью, которой ты делишься и которой он наделяет тебя. А према этот корень при при на наполнять. То есть прематый так сказать человек наполняется присутствием вот это он так любит. То есть ты меня переполняешь, я тобой переполню, я становлюсь совершенным, наполненным, реализованным. То есть это есть нечто, которое уже с точки зрения сознания вынесено на передний план. То есть пхага она где-то внутренняя такая, она идет куда-то из глубины такая, не знаю. А према это уже на поверхности когда наполнение идет, внешнее сознание задействовано. Ну не, према тоже према при наполненности. Если ты субъективно берешь, то оно тебя наполняет до предела. ты становишься полным, полнота, полнота. Это вот идея любви. А бхадж это участие, разделение с другим существом, наслаждение. И отсюда все вот эти словечки, например, бхикша. Бхикша это бхикшу, проситель, вот эти beggars, которые ходят. Это дезеративная форма от бхаджа. Желание поделиться. Бхикшу это тот, который желает с тобой поделиться тем, что у тебя есть. Тем, что у тебя есть, или тем, что у него есть? Тем, что у тебя. У тебя есть. Давай поделимся, говорит он. А ты говоришь, нет, не буду делиться. То есть прем, прем, это уже следствие бхаджа. Как ты наполняешь собой, ты вот этим наполняешь, что в тебе есть. Ты когда разделяешь это с кем-то, этой бхагой, это вот следствие уже является прем, это наполнение. Ну, скажем так, даже если у тебя нет полноты, ты все равно как бы можешь поделиться. Да, но я к тому, что прем, это уже следствие вот этого процесса бхаги, процесса, когда ты делишься. Ты хочешь их связать, да? Ну, я хочу как-то понять, как они увязаны, потому что обычно я слышала, что они прем употребляют как любовь, прем. Вот, я хотела понять, что как-то это наполняет. Так, есть много разных слов для любви. У всех у них разная коннотация, да? То есть према или прити или прия, это тот, который наполнен или как бы переполнен присутствием возлюбленного. то есть, это наполнение для него, это его как бы реализация возлюбленной, да? То есть, это оно делает его цельным, да? Делает его полным, делает его абсолютным в тот момент, да? Вот это одна идея любви. Бхага это другая форма, это, так сказать, делиться, желание делиться с любимым, да? Или с любимой. То есть, вот это желание делиться всем, всем, что у тебя есть. Это есть другой взгляд на это же движение любви. Есть еще другие, там, снеги эти, например, от корня сних становиться мягким, то есть, расплываться, да? То есть, размельчаться, как бы. То есть, в присутствии, поэтому используется локатики, тасмин лук, там, например, снеги эти, он в нем размельчается, да? Нежица такое. Да, нежица. Расплавляется, наверное. Как твоя дочка говорит об этом? Нежить, нежить меня. Чтобы нежить, да? Вот это вот оно есть. Снеги эти, заметь, нежить и снеги эти, может быть, даже одна этимология, мне кажется. Это как, это как вот это разделенное, помнишь, мы говорили по правилам сознания, разделенные вот эти лучи, когда их плавишь, они становятся в одну массу расплавленные. Вот оно что. Да. Ну и другие есть формы даже любви, не обязательно. снеги эти, снеги эти, принати, там, вот это вот бхаджати, или бхаджати, или... Просто когда-то ты мне говорил, что в санскрите нет слова, как бы, любовь, там нет корня. Любви эти есть вот тот корень любовь, любви эти, но здесь оно желать, страстно желать, алчить, да? То есть хотеть с огромной силой. К сожалению, это слово было принято на много выражения, любовь, да? И во все тоже love, та же самая этимология, love, любовь, любви эти. Хочу, здравствуй, например, счастливый. Хочу, не могу. То есть люблю. Интересно. Окей, хорошо. Ну и другие там уже камаяте, например, желать сексуально, да? Но это уже точно, определенно, отдельно от любви, То есть они не смешиваются. Вот это интересно в санскрите. Нету перемешки всего в одно слово. Хорошо. Ну вот давайте тогда что? Это конец нашей главы, да? Мы закончили сегодня главу. Это было 47 шлока шестой главы. Тогда я закрываю этим ом-татсат в упанишадах, в гитте Бхагавана, в шастре о йоге, в знании Брахмана, диалог Шри Кришны и Арджуны, шестая глава, под названием Атмосамьяма йога. То есть йога в контроле своим высшим Я. Йога, которая реализуется через контроль своего атмана. Она так и начинается, что человек только сам себе друг, если помните, только сам себе враг бывает, пусть себя он собою поднимет, пусть собою себя не уронит. Кто становится сам себе другом, тот сам сам над собой не властен, словно враг, он себя ненавидит. Кто себя победил собой, тот становится сам себе другом, а кто сам над собой не властен, словно враг, он себя ненавидит. а можно записать это можно еще раз вот это семенцова перевод он меня застрял в голову 20 лет или 30 очень классный человек только сам себе друг только сам себе враг бывает пусть себя он собою поднимет пусть собою себя не уронит кто себя победил собою тот становится сам себе другом но кто сам над собою не властен или словно враг он себя ненавидит как в точку до атмосом яма йога две шлоки и все становится на место понятно что это за йога такая это кстати московский индолог он уже умер но он написал две книжки которые очень я рекомендую вам одна из них гита перевод гиты и там огромное в предисловие ну к шире рубинду так относился как бы не понимал не знал не понимал от шире рубинду он ганди любил да и но в любом случае это не неважно и другая у него есть работа очерки о брахманической прозе тоже прекрасная работа там много цитат она разбирал брахманы и ораньки считал себя чуть ли не каким-то что он унаследовал путь и над ним все посмеивались наши индологи в советском союзе потому что как можно себя считать тем который следует по пути йоги ты же ученый а не какой-то там индус под пальмой позе лотоса александр семенцов а я не помню как его зовут вспомню скажу да так вы наберите семенцова гита и сразу выскочит у вас я тоже хочу найти его книжку у меня все книги остались еще в россии там где-то не знаю где они на даче вся моя библиотека поэтому хорошо друзья тогда я закрываю мантрой а вопрос шрадхаван мы перевели это вера а шрадхалу как переводится скажи пожалуйста шрадхаван это верующий дословно то есть вера шрадхалу это тоже самое исполненные веры спасибо у нас двое известных нам людей это шрадхава и шрадхавана ом сарве бхаванту суххинаха сарве санту нирамайаха сарве бхадрани пасхианту макасчет духхабхаг бхавет ом шанти 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 орел но все друзьям пока тогда спасибо вашим